Ягоды для похудения к концу лета набирают популярность арбузная диета. Женщины в восторге. Соблюдать ее легко. Не бьет по карману. И главное, вкусно. А вот врачи предупреждают, такой рацион может навредить здоровью. Это самое лучшее лакомство лета. И главное, что в нем практически вообще, мне кажется, вообще нет калории. Ты чувствуешь этот запах? Каждое лето Надежда Руденко садится на особую диету. Три дня ест только арбуз, а дальше заменяет им один прием пищи. Есть возможность перейти в форму, скинуть лишние нескольких килограммов, ну и, конечно же, почистить свой организм. Это и вкусно, и сладенько, и тебе не нужно отказываться от того, что ты очень любишь, как многие говорят, что от сладкого. Врачи не против арбузных дней, но не более двух. Главное, чтобы у вас не было противопоказаний, а красная ягода была без нитратов. Этот продукт, он имеет высокий гликемический индекс и может влиять на уровень сахара. Второй момент, нельзя употреблять людям, у которых есть патология почек, например, сердечная недостаточность, отеки. То есть избыток жидкости будут страдать почки. Диетолог Александра Житская категорически против диет, которые женщины выбирают самостоятельно. Если говорить о красивом, здоровом, стройном теле, то здесь только хорошее сбалансированное питание. Единственное, что я бы могла рекомендовать, как такую общую рекомендацию, это просто делать, возможно, раз в неделю отрезочек голодания на 14 часов примерно, включая сон. Чтобы похудеть, Александра советует постоянно контролировать свой рацион. Ведь любая диета – это стресс для организма, предупреждает диетолог. Поэтому потерянные килограммы могут также легко вернуться. Ирина Каминска, Александр Скиба. Специально для телеканала Донбасс.